Здравствуйте! В эфире информационная программа «Наш город» в студии Ирина Пивоварова. Главная тема сегодня. Помогают сформировать социальную политику. Еще несколько дней уваровцы будут участвовать в переписи населения. В связи с угрозой распространения инфекции, медики призывают пройти иммунизацию от полиумелита. В завершении выпуска традиционная рубрика вторника в двух словах. Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. У жителей города Уварова остается меньше недели, чтобы успеть принять участие в самом масштабном событии десятилетия. Для того, чтобы принять участие во всероссийской переписи населения, можно заполнить анкету на портале госуслуг, дождаться переписчика дома или же посетить стационарный переписной участок. Один из них расположен в многофункциональном центре. Были открыты несколько пунктов переписи населения, в том числе на базе МФЦ. На нашей базе работают как пункт, так и волонтеры, которые помогут всем жителям города пройти эту перепись. Я, как житель города, также приняла участие в переписи населения, где внесла данные о себе и о своей семье. Важен вклад каждого в это масштабное мероприятие. В частности, данные переписи используют для улучшения жизни жителей. Например, бюджетное финансирование в регионе зависит от численности проживающих в нем людей. Именно на основании этих цифр принимается решение о том, сколько поликлиник, школы и библиотек построить в конкретном населенном пункте. Понимая всю значимость происходящего события, большинство воровцев уже поучаствовали в переписи населения. Перепись населения – это очень важное мероприятие, которое позволит государству спормировать потом по ее итогам целую социальную политику, направленную на поддержку граждан. Потому что мы вносим не только свои данные фамилиями отчества, но и вносим также информацию о своей работе, о доходах. Поэтому я всех призываю принять участие в переписи населения, переписать себя, своих близких. Это не так долго. Персональные данные в ходе переписи населения не собираются, а вся опубликованная статистика по ее итогам останется полностью обезличенной. По микроданам невозможно будет выявить ни одного конкретного человека, но они позволят получить детальный статистический портрет населения в любом необходимом разрезе и направлении. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, НашГород. По информации регионального Роспотребнадзора выявлены случаи завоза в России полиомиелита. Основную долю заболевших во всем мире составляют дети до 5 лет. Поэтому в связи с угрозой распространения инфекции среди непривитых рекомендована иммунизация. Специалисты подчеркивают, несмотря на то, что в Тамбовской области случай полиомиелита не регистрируется с 1982 года, постоянно существует риск его завоза из неблагополучных в отношении данной инфекции стран, особенно в современных условиях активной миграции населения. Многие педиатры, и я в том числе, мы не знаем это заболевание, так как проводится вакцинация детского населения в течение длительного времени против этой инфекции. И, к счастью, у нас процент вакцинации детей достаточный. И у нас в области, естественно, в стране. Но, к сожалению, в близ окружающих нас республиках появляются случаи данного этого заболевания. То есть, вот совсем недавно был случай полиомиелита у ребенка непривитого в Украине. И в результате этого возможен завоз данного вируса на нашу территорию. Опасно то, что у нас в городе есть непривитые дети. Непривитые за счет, по причине медицинских отводов, то есть по состоянию здоровья они не могут делать прививки. И есть непривитые дети за счет отказов родителей. И опасность заключается в том, конечно, с одной стороны, они могут встретиться вот с завозными случаями полиомиелита, а с другой стороны, вакцинация у нас проводится детей также и вакцинами, живыми вакцинами, которые после вакцинации ребенок может выделять этот вирус в окружающую среду в течение 60 дней. И невакцинированный ребенок, если он находится вместе рядом с тем ребенком, которому сделали прививку, он может инфицироваться. Врачи напоминают, что вирус полиомиелита опасен. Он поражает нервную систему. После заражения у больного может развиться частичный или полный паралич мышц. Существует риск остаться инвалидом на всю жизнь. При поражении головного мозга возможен смертельный исход. Специфического лечения против полиомиелита не существует. Однако такое серьезное заболевание и его последствия можно предотвратить, сделав прививку. Вакцинация против полиомиелита проводится в настоящее время с современными инактивированными вакцинами. Начинается она, вакцинация, с трехмесячного возраста, проводится трехкратно, а затем проводится ревакцинация, то есть закрепление иммунитета, это около двух лет и в 14 лет делается прививка детям. Еще раз хочется родителей убедить именно тех, которые отказываются от вакцинации, все-таки сделать прививку своим детям от полиомиелита. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, НашГород. Возможность узнать о самом интересном нового номера местного еженедельника есть благодаря анонсам рубрики «В двух словах», о чем пишут корреспонденты газеты «Уваровская жизнь» коротко в нашей программе. Месяц назад Тамбовскую область возглавил Максим Егоров. За это время он побывал во многих муниципалитетах региона. О визите губернатора в город Уварова и Уваровский район читайте в этом выпуске газеты. Городу Уварово исполнилось 55 лет. Какими достижениями отмечен знаковый юбилей? Что нового произошло в жизни самого молодого города Тамбовщины? Расскажет страница в центре внимания. Лыжная трасса в пригородном лесу – излюбленное место зимнего отдыха горожан. Страница «Спортивный курьер» рассказывает, как следит за порядком на ней и готовит ее к зиме инициативная группа любителей лыжного спорта. Город Уварова славен многими своими уроженцами. Анастасия Будкова – одна из них. Начинающая актриса снялась в фильме Игоря Угольникова «Учености плоды», сыграв в дуэте с Сергеем Безруковым. Историей своего «Звездного часа» Анастасия поделилась с читателями уварской жизни. Новости из жизни города и района, полезные информации, реклама, объявления и многое другое. Все это в новом выпуске «Еженедельника Уваровской жизни». На сегодня это вся информация. Временно новостные выпуски полностью вы можете посмотреть на нашем сайте и YouTube-канале. А отдельные материалы заметки – группу в социальных сетях. Интересные же темы для репортажей по-прежнему можно предложить по телефону редакции 4-61-10. До встречи в новостной студии Уваровского телевидения. Субтитры создавал DimaTorzok